Музыка Сегодня у Беларуси стартовало детерминовое голосование по выборах депутатов Мясовых Советов. У Гомельской области проголосовать детерминова можно на 981 выборчем участку с 1022 створенных для голосования. Загадя дать голос на корысть таготі іншага кандыдата, могут выборщики, які у основный день выборов будуть отсутнічать по месту жихарства. Працують участковая комісія с 10 до 14, и с 16 до 19 годин. У Мазырской городской больницы открылся новый рентген-кабинет. Частку сродка у приватности на проектно-каштарысную документацию мазырские медики зарабили дякуючи оказанию платных медицинских послуг. Основную сумму, амаль 230 тысяч беларуских рублёв, на набытью обсталявання вылучило областное управление Аховы Здаруя, аппараты айчинной вытворчасти. Рентгенологичные доследования – одна з самых запотрабованных медицинских послуг. У Мазырской городской больницы их проводится больше, як 50 тысяч за год. Сё лето тут планують так само набыть сучасные обсталявання для кардиологичного отделения. Масленичный день протягивается. Кожный агод день мает свою назву, традиции и правилы. Например, авторок звался «Зайгрыши» и был отведены подгульни и забавы. Усе масленичные потехи гитого дня по сутности зводилися до сватовства. Младые хлопцы приглядали сабе невест. Увоголи на протягу усих 7 миллионов масленицы принята ходить у гостей, веселиться и зразумела пять шиблины. У Гомелі широкую масленицу будуть святкавать 18 лютого. Рыхтуются пляцовки во усіх районах Гомеля. На гэтым тыдні у городским центры культуры пройдуть кастинге конкурсу «Містер Гомель-2018». 16 и 18 лютого запрашают хлопцев от 18 годов ростом от 180 сантиметров. Удельникам треба буде рассказать про себя и отказать на пытанні журы. Члены комиссии будуть оценювать не толькі знішні дадзіны у дельнікаў, але і уменні трымацца на сцене вести размову. Вітаюцца таксама творчэ здольнасті. Павыніках кастынгаў вызначаць каля 25 молодых людзей, які 21 лютого будуть змагацца за выходу фінал.